Итак, всем привет, с вами НДП, продолжаем играть в Кайзер Шизу за нашего Цезаря МакАртура И мы полностью разбили уже Интернационал, Антанта пала, осталось лишь чуть-чуть какие-то осколки Респакта, я бы так назвал, вот здесь вот в Африке мы их добиваем И еще один, единственный наш противник, это Российское государство Савинково Так что, думаю, в этой серии мы просто будем нападать на него Я бы еще, наверное, до этого, хотя мы, может быть, даже не будем трогать Беларусь, просто она здесь, видите, стоит, как бы, либо туда, либо сюда Вообще, может быть, аннексировать Беларусь в Россию, наверное, было бы правильно Или да, я это сделал, чтобы, ну, как бы, граница была логичной Я-то сам не буду захватать их, ну, а так, почему нет? Кстати говоря, какие-то смешные осколочки, видимо, по прошлым перемириям, так сказать, интернационала с Германией, либо что, были выделены Ну, я уже не буду их трогать Америка вся одна, едина, под нашим Маккартером Здесь вот ирландцы имеют свою страну, господи, сколько у них модификаторов Это просто жесть, на самом деле Но мы их оставим, как я говорил, а мы там торгуем с ними Они нам очень неплохо экономически помогают, так что они будут жить Как я говорила, любопытный факт, у России есть даже железнодорожное орудие, у нас такого нету Ну, я не думаю, что нам нужно Будем сейчас формировать фронт и уже готовиться к финальной схватке Поехали! И пока я тут занимаюсь границами и созданием всяких марионеток Россия снова убила войну в Финляндии Ну ладно Сидела тут, занимался границами, передал Швейцарии какие-то территории, она взяла, мне войну объявила Ну, ладно Что еще я могу сказать, пойдем захватим Швейцарию Ну и так, конечно, у нас проблем с этим нету, но... Почему они нас атаковали, за что? Ну, точнее, атаковали Австрию? Как бы, да Я тут тоже поделал немножко, чтобы Европа была более-менее такая единая в этом плане И... Потому что не хватит Нет, хватило Сейчас надо будет опять ее выделить Ну, ничего, ладно Захотели не на нас отступать? Ну, захотели Что бухтит-то? Ну, тут почти вот эти ребята все капитулировали Еще надо Металь Африку добить В попринках был совершен выстрел Ужас Добейте, пожалуйста, Металь Африку А, еще здесь будет Ну, господи, ну, как они мне надоели, конечно, вот этим всем Ну, что поделать О, и вот она и пала Там, оказывается, надо было просто пробку забрать Что ж, Африка тоже теперь освобождена И любит демократические ценности Я тут присоединял к себе всего в Африке Конечно, немножко мы потеряли поддержки военной стабильности Но сейчас мы этим всем займемся Но, опять-таки, у нас там еженедельное изменение жесткое И вот мы уже успели отмыть очень много поддержки военной стабильности Как я и говорил, мы можем аннексировать так что угодно Вот как бы А, мы еще воюем Господи Мы все еще воевали с Марокко и Тунисом Надо пойти их, собственно говоря, взять Честно говоря, я даже забыл про это Ну да, у нас стабильный воин еще с ними А война уже опять забаговалась Надо перезагрузить сохранение Давайте просто высадим вот отсюда, наверное, танки какие-нибудь И ими быстренько захватим Тунис А потом так же быстро от Марокко И вернемся к Востоку Ну и, конечно же, без проблем на штанке Здесь Тунис метают Я думаю, практически сразу мы его, в принципе, и камнем Ну да, так и есть Отлично И теперь то же самое с Марокко Потому что, ну, это было очень нежно Я думал, что уже все-таки... О, война отлагала Марокко, Азербайджан и Крит еще, господи За что? И Марокко тоже капитулирует очень-очень быстро Так только, как обычно, тут не мерится все сразу Марокко и Крит остался Давайте Крит все-таки, наверное, заберем Ну, точнее, Азербайджан и Крит Крит мы заберем, потому что тут, опять-таки, одна выстка А вот с Азербайджаном Ну, придется уже воевать Я не буду какие-то выдовое дело, чтобы его забрать Типа, просто забить на него можно Лосарм, тем временем, уже готовы, в принципе, к войне У нас КБ уже есть тоже Блин Давайте вот сейчас после Крита И объявляем войну О, здесь, кстати говоря, такая прям Неплохая битва Много дивизий у них там Но у нас здесь есть авиация И просто она вот что делает с их войсками Но это просто даже страшно смотреть Тем более, здесь еще и щиток, да Так что просто перемалываются Критские войска И, так или иначе, все равно Дирактилам падает И я думаю, на этом моменте мы готовы напасть на Россию Поехали Никого не призвали Моментик Фун момента Ну, все как обычно Все вручную Но ничего Все зелененькое сразу Везде Вторая русско-японская Ребята Это не русско-японская Так, что у нас по авиации Давайте я вам покажу В основном вся авиация на генералах Чтобы мне не контролить Потому что мне уже впадло Вроде как нормально И куча авиации еще на Старт-бомбардировках По вот таким вот целям Ну, в основном идея в том Чтобы снизить им варсапорт Они побыстрее сдались на самом деле Ну и просто Тоже ослабить их промышленность Хотя я думаю Там уже запасы такие Должны были быть огромные Что В принципе-то и плевать Давайте еще немножко По поддержке войны Тоже будем вот так убить И да Она Она реально будет снижаться Отлично Вторая японо-китайская война Ребята Это не японо-китайская Это Американо-китайская Ну ладно По незнанию ошибаются Ну и да Здесь просто Мясорубка происходит И давайте-ка Что у нас Да, у нас есть радиус на это Вот сюда нету радиуса, да Давайте чуть-чуть тогда Подвинем наши самолеты Нет, есть радиус Нету присутствия в воздухе Как-то говоря А вот и удары По Петрограду язерной бомбой Что по варсапорту Базовая ноль Все Дальше оно не выбьется Собственно говоря Так что только бомбардировки Потери бою И вот это все Это прекрасная жизнь О да Особенно в Петрограде Такая прекрасная жизнь И вот так вот Выглядит потеря Уже почти миллион Понесли Потерь Русское государство Мы пока что Только 66 Но воем Мы в основном Здесь механизированными Войсками И танками С огромной поддержкой Авиации Поэтому конечно У нас Потерь практически нету И по ощущениям У них уже Пластой дивизии На фронте нету Не знаю Пощущениям именно так Потому что Видите у них фронт Везде там Одна-две дивизии Провинция Потому что Видимо они просто По боеспособности В ноль улетали Или что Ну по ощущениям Да Здесь все-таки 1,3 уже потери Они просто В битвах умирали По жесткому Существующая куча Наших дивизий Союзников Фронте Объединяет Россию Что происходит? Какой фронте? Что происходит? Происходит Какой-то цирк И звуки цирка Падение Петрограда Ужасно Согласен Ужасно Но реально Происходят звуки цирка По-моему Вот мы уже Под Вологоградом Так сказать Местным Сталинградом Так Давайте-ка его Терноправленно Возьмем И В общем-то После Падения Москвы Я ожидаю Что Россия должна Плюс-минус капать Уже Ну скорее всего Так и будет Потому что Варсапорта Там не так что-то И много 64 Это вам необычный Советский экспириенс С соткой И вот уже 2,2 миллиона Потерь Ну да Как я и говорил Тут ребята Такие себе По качеству Да У нас конечно Механ От танки Вообще Это очень большая Проблема у Ишек То что Ишки даже Хотя у них Казалось бы Есть ресурсы Да А ресурсы есть Но 300 заводов Можно в принципе Что угодно На такую экономику Построить Они продолжают Использовать Смешный шаблон Там легкие танки Какие-то Ополчение какое-то Еще Еще здесь что-то Ишка вот К сожалению Не может просто Распустить плохие дивизии Сделать хороший шаблон И наделать И наделать Хороших этих дивизий Падение Москвы Произошло Кажется ужасно Действительно Так и есть Так и есть Хотя пока что Не спешат Они сдаваться А у меня вот эти ребята Смотрите-ка Потеряли Три дивизии Здесь Господи Короче Все мои потери Походу Вот отсюда Ладно Давайте тогда Вы просто Зачититесь Вот здесь Потому что Ну вы там Несу тебе непонятно Какие-то потери Даже не здесь Давайте еще дальше Ааа И что-то Произошло Какой-то ивент Видимо Что это за Такое Ну Учитывая то Что здесь нету дивизий Ну Сегаря ЖД орудия Передали что ли Учитывая то Что здесь нету дивизий И у нашей дивизии Где-то по центру То судя по всему Да Тут по какому-то ивенту Окупация произошла Только Зашиза Как обычно Ну это У Савинкова Закончились уже люди Ноль человек в резервах Здесь Три миллиона погибшими Все Они закончились У нас тоже Сверя 400 тысяч Погибших Но как я сказал Мне кажется Очень много Мы вот здесь вот потеряли И скорее всего Вот здесь вот Потому что Морпехи Не имеют Механизации Не имеют Вот этой вот Вот этого вот Харнеса И получают Софт-атаку Очень большое количество И умирают Скорее всего Так и есть Надо было бы Переделать их На самом деле Вот в эти машинки Да Ну Уже ладно Ну и мы уже Подходим вот сюда В Екатеринбург Там у них Столица новая Подождите Что? Столица Которой нету Охуеть И это не владел Столица Приближаешься А она пропадает Жесть Они сделали город Который Столько на карте Но которого Физически нету Это конечно Хитрое Тактическое решение Но я думаю Так или иначе Оно вряд ли ему может Мне уже вот-вот капнут И взяли мы Екатеринбург Все-таки там Он был Да Но Еще не капнули Еще не капнула Россия Давайте чуть-чуть Все это Ребята Чуть-чуть по точкам Пройдем Сейчас они должны Задаваться И вот оно Видимо Да Ну судя по всему Да Да Россия капиталировала И вот мы Не звергли Последнего Нашего противника В пучину Истории Забираем Все их территории И Можем Доделить Наконец мир И Вот он Наш новый Демократический мир На самом деле Можно было бы Конечно Турцию добивать Но Очевидно Что Нам это не ставит Труда В принципе Поэтому уже Можно этого не делать Это лишнее просто Время Вся Америка Предложили в Соединенных Штатах Америки Теперь это реально Соединенные Штаты Америки А не только Северной Америки Вся Америка Это США Я думаю Логично Африка Как наша колония Ресурсная база Очень полезна Далее В Европе В основном Наши марионетки Кроме Ирландии Помним Ирландии Очень важный Экономический партнер Америки Вот он Минус ТРП дает Здесь тоже Учитание Независимо При таком окружении Они так или иначе Станет зависимыми Государствами Как и Турция Опять таки С ее странами Потому что Очевидно Что у нас Слишком много рынка Чтобы они Что-то могли нам сделать У нас есть Куча Простоятельного Вооружения В других странах Вроде как Его уже больше нету Те у кого было Мы уничтожили Захватили И все их разработки Ликвидировали В Европе Как разделили Наши страны По марионеткам Здесь Западные Земли России Передали Разделили На Украину Беларусь Прибалтийские Страны Польшу Также от Германии Тоже Польшу передали Территории Здесь тоже Разделили страны Здесь Централизация Федерация Единая С Китаем Там наше новое Правительство Получилось В принципе Все территории Кроме морских баз На побережье Потому что Нам они нужны То же самое Мы сделали В Крыму Севастополь Остался Для американцев Чтобы там была Морская база Все говоря А вот это вот Надо бы тоже Дать конечно же России Для Для Красоты И вот это Сибирь Ну уже ладно Так вот Сибирь Тоже мы отделили От России Тоже как наша Ресурсная Отдельная база И я думаю Этот мир Подходит для нас Ну что ж А на этом мы Закончим Пожалуй Если вы вдруг Еще не подписаны Обязательно Подписывайтесь Лайки Ребят Комментарии Все как обычно Дискорд Твич До скорых встреч Пока